всем привет дорогие друзья здравствуйте дамы и господа бритьево 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 сегодня необычный день сегодня знаете такой полон решимости во первых довести начатое до конца во вторых сегодня будем бриться опаской французским клином который появился на канале благодаря константину канал на ютубе разошарп он мне в рекомендованных вы все про него прекрасно знаете я все-таки не оставляю надежды на лучшее я думаю что вот прям вот прям вот такой вот у меня настрой знаете вот несмотря ни на что ну как том анекдоте вы наверняка знаете чемпионат мира по борьбе но маленько не в тему но так чуть-чуть в тему в тему ну и чемпионат мира по борьбе финал выходят двое американец и русский к сожалению для русского американец был знаменит своим очень очень и очень печальным захватом потому что после того как он брал в этот захват считай все бой окончен потому что никто еще за всю историю ту историю борьбы из этого захвата не вырвался естественно тренер предупреждает своего подопечного говорит слышу вас ген ты как-то это вот вот делать уходишь только в захват этот не попадай потому что если он в клинфа это все засада тренер слушай говоришь я знаю да ну и судья начинается бой на 30 секунде американец изловчился и взял нашего борца в этот захват тренер посмотрел печальными глазами плюнул к чертовой мать и развернулся и пошел в раздевалку раздевалку заходит дверку открывает шкафчик очакушку достает наливает полный стакан только замахнуть выдохнул российский гимн играет он как так что-то бросает этот стакан выбегает смотрит вас ген на первом месте стоит медаль золотая во все пузо то все у тренера аж свербит а как так я же видел у него захват взял ну с рано или поздно спускается с этого постамента он к вас гену подходит слушай я сам своими глазами видел он взял тебя за этот захват как ты смог вырваться тренер говорит сам не знаю как он меня грудную сперла горит не вдохнуть ничего горит из глаз звезды горит круги пошли горит кости трещат и горит думаю все как здесь приплыл а то смотрю перед глазами горит яйца волосатые болтается так ты сука но на прощание эти горит хоть без яиц оставлю и горит как цапнул цапнул все что все победил так и горит тренер ты не знаешь на что способен человек собственными зубами собственными яйцами зубах так что ребята из всех ситуаций можно найти какой-то выход и давайте уже бриться вы идите на крупный план а я тут уже водоподготовкой занимаюсь брить и подготовки основной герой нашего сегодняшнего обзора это французский клин моя красавица или красавица неважно который появился благодаря константину у которого канал разошел он у меня в рекомендованных он прислал ее и оставил мне по доброте душевный в подарок ребята все кому интересны опасные бритвы или станки т-образные старого производства те которые еще с прошлого столетия на канале константина вы много чего интересного сможете найти не только это ну плюс еще там ремни и всякие там заточные штуки короче дофига дофига чего вот эта бритвочка оттуда же и пришла посмотрите в каком она состоянии константин занимается тем что реанимирует старые вещи приводит и в годное состояние ребят но состояние вот этого клина я могу оценивать как более чем годная то есть мы посмотрите какая красотень мне нравится вот центр поймался залапали залапали моего красавца были вот сегодня им мы и побреемся ассистировать будет мыло son of zeus то ли сын зевса то ли сон зевса короче зевсом что-то произошло вот так вот мыло и назвали от команды разорак который у нас появился благодаря роме рома из израиля привет тебе еще один раз роман дорогой ты мой человек как ты там поживаешь не бомбите вы сирию нафиг она вам сралась сидите у себя там нормально хорошо он он смотрите чё мыло вкусное пробуйте но это я так шучу кого там бомбить не бомбить сами разберетесь ребята мыло пахнет бомбически что-то меня на бомбическое понесло понимаете тут какой-то замес интересный она и банная она и туалетная и она конкретно ярко выраженная барбар шаповская такой прям духанчик я вам скажу веселый мыло полутвердое промять его сможете но по пальцу разбегаться она не будет и усилия вам приложить все-таки придется интересная штука посмотрим как она будет в работе надо было вот это первым показать это средство для смягчения увлажнения щетины как до так и после трататам трататам короче по нашему это пришейв от иночки лепихин и команда вот ребята попробуем что-то таки ничего ни разу не было кою блин вы извините вы меня сейчас не видите он туда вот настолько пахнет хорошо я что-то хохотальник засунула нос замарал вкусно пахнет прям ой-ой-ой ну ино она в этом году всю парфюмную эту самую линейку поменяла и она где-то какую-то золотой горшочек нашла потому что в этом году она выпускает линейки которые так пахнут просто как с детства какой-то вот прям вещь вот сегодня попробуем что-то такое ну и наверно сегодня будет симош 1305 почему что потому что мы это кабанчик как сами знаете чего-то в последнее время на него бочку стали катить типа там пену жрет то все 5 10 ребят я давно им уже не работала когда работал мне всегда нравился чего он там живет я не знаю давайте сегодня проверим может быть у меня жрать не будет так-то по мазок по тактико-техническим данным по внешнему виду по своим характеристикам и цене это боевая лошадь которая ну смысле кабан боевой кабан который пашет 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 еще раз пашет мне этот помазок всегда нравился нравится сейчас я думаю нравится будет в будущем никогда никому его не отдам потому что он верный он надежный всегда подставит не только свой узел но и вот эту ручку кошерную которую в руках держать просто приятно вот хочется вот так вот взять его и ходить с ним потому что вот выпускать не хочется обалденно молодцы ребята придумали просто супер сегодня им побреемся автоширом сегодня пойдет армейский стандарт гель после бритья армия россии трататам тратам который военторг между прочим который у нас появился благодаря алексею кадиленко лег спасибо тебе огромное я вот этот тюбик уже и кремом называл чем только не называл в прошлый раз что-то как-то это пытался даже этим гелем побриться но хорошо вовремя остановился но сегодня это нас не обманешь сегодня мы им и за автошир им ся все хлопцы тянем пошли бориться так мы всего того что увидели на крупном плане вы не видели только господи сланец квасит квасет камешек для тех кто будет спрашивать что это смотрите 87 видео про полочку тоже 87 видео сейчас прежде чем все вот это начнем наверно давайте так вот чуть-чуть смочим и нанесем пришейф от ины пришейф обещает что если мы его нанесем ну там на инструкции считать умею нанесем как пахнет слушай и на я не знаю что он будет показывать но если он вот за запах только вот так уже готов отдать такой приятный деликатный такой знаете он как что-то такое радостно радостно цветочно зеленое такое нет ни травянистая не какая-то поляна трава и листья там еще что-то нет просто радость зелени такое солнечное что-то вот такое всякий бред в голову идет радостно свежая вот такой запах так вот если его нанести то нужно подержать одну две три минуты и будет вам счастье он там все что нужно сделать подготовит а за это время мы с вами взобьем пену наносится маленькое количество даже на влажную кожу не нанесете придется добавлять то есть нет такого что кожа намочил деца взял и у тебя по всему лицу нет придется добавлять ну я банку даже не лес я просто вот то что было на крышке так вот выколопал на коже запах не изменился появились какие-то полутона что-то вазелиновое такое запах изменился лично для меня в худшую сторону вот здесь не больше нравится мы посмотрим посмотрим так все давай ты работай мы займемся что займемся мылом займемся пошли мыло делать руки споласкивал и знаете что-то там масляное то такое есть уху-ху пришли их на основе масла или скрапления масло интересно но посмотрим посмотрим блин у меня сегодня примут праздник какой-то старшив с прекрасным запахом здесь санузес зелус от огром из израиля тоже обалденный запах так чуть-чуть уже намочим пускай оно такое моченое будет потому что я читал ваши комментарии ребята и помню что вы советовали там замачивать надолго-долго много-много воды и тогда симош 1305 будет вас радовать то есть он перестанет жрать пену я же предложил свой вариант вот именно его я сегодня хочу испытать то бишь мыло смочили там децел какой-то влаги есть сейчас убираем полностью всю воду то есть вот так вот все ну практически здесь нет нож не капает точно и загружаем помазок а после того как загрузим пойдем в чашу ну мыло так хорошо бодренько пошло смотрите как на раскаляк то идет я считаю что это уже готово и кстати когда вы советовали как правильно работать можно там была такая но то что все что вот много воды и когда вот так вот забираешь его много воды вот все что сливается баночки все нужно в чашу утекать но так как у нас сейчас вот воды с вами нету я наверно вот это вот все что-то тут набилось соберу в чашу и и посмотрим что там будет дальше так ну все хорошего колуку по моей версии мы сейчас вот из этого должны получить много пены и помогут нас не должен подвести посмотрим то есть по сути его насчет получается мантеки капулете то есть ребята говорили за влажную тему я говорю за сухую то есть вот посмотрим как он получится сейчас на сухую моя задача растереть все это чтобы сколько есть мыло с кеми несчастными бедными остатками влаги она уже пришло в какую-то примерно структуру а потом по чуть-чуть добавляем мыло так чего я добился посмотрите что в чашу да мы структуру мыло поменяли она сбилась посмотрите что по мазке он пропитался весь полностью плюс излишки стали по периметру уже выскальзывать лишний раз ручка подтверждает свое высокое звание очень удобно и несмотря на то что там чуть-чуть мыло попало все равно удобно держать просто класс так все по моей версии чуть-чуть каплю 10 воды вот так перц и сейчас будем добиваться ну вот смотрите то что мы в тот супер концентрат сухой с несчастными каплями воды добавили 10-15 капель воды привело к тому что объем увеличился без большого изменения структуры мы сейчас этот супер концентрат начинаем разбавлять и делать из него повышенный объем уже не такого концентрированного еще добавляем но по-прежнему обалденного по качеству с краев я собираю чтобы равномерно все это перемешалось хотя по большому счету это можно было бы и не делать потому что основной генератор в помазке идет ну ребят я считаю что уже все уже можно больше ничего не делать посмотрите что у нас здесь сейчас постараюсь в чашу не нырять совсем работа только с помазка дабы посмотреть будет он поджирать или нет ну вот примерно так не парни что не говорите а диархаревская махрушка которую прислала опасная бритва рф это все-таки тема как в термос так на парковку встал а тебе так теплым обволакивает вообще класс вот он наш помазок никуда он не делся и давайте пробовать пришли уже поработал что-то он на свое дело кстати на лице я его ощущаю никуда он нафиг не делся здесь его много но не пенится но я его чувствую действительно скользит что-то там такое интересно выходит им ты не обманул а? ну сейчас проверим помазок за счет того что мы его сейчас вот так вот на сухую теребонили вбивали 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 дай собака пены дай собака пены он сейчас превратился в плотный сбитый напичканный волосями этого кабана и как обволоченной пены то есть это барсука пена бетон какой-то вот такой сейчас и я вот эту плотность вот эту чувствую по большому счету посмотрите его даже до конца то продавить усилия нужно прилагать вот это сюда ну мыло я вам скажу да мыло 5? 5? кто его там сделал? разрак, молодцы, что скажешь, молодцы сколько раз на видео я видел что некоторые блогеры когда бреются губы подворачивают проводят по мазкам потом раз разлепляют и у них вот губы нет они в пене я сколько раз не пробовал у них не получается может я губы заворачивать не умею вот не получается ну с другой стороны это не самый большой в мире недостаток если ты губи сейчас заворачивать не умеешь то что рано или поздно научусь ну что ж вот вам французский клин ребят я не знаю что со мной произошло когда я его увидел первый раз но когда я его увидел что-то так знаете юг юг ну посмотрим а так стоп какой посмотрим руки то суси должны быть во вторых вытирать я вообще в одном видео видел как вытирают губку мыть я не хочу мочить не хочу вытирать наверно буду об это же полотенце но попытаюсь во всяком случае что там получится я не знаю ну а руки ну банны вытрую и все так поехали по мазка а что такое а помазка а и и и и Спасибо. 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 Ой, Ваня, проблема, блин, ну для меня пока неразрешимая. Короче, суть. Камера стоит там, я стою здесь. Чтобы вы хорошо видели, мне нужно поворачиваться, тогда я себя не вижу. Паша, вопрос, а вот ты как снимаешь? У тебя получается, что ты обе стороны можешь показывать. Может ты что на зеркало лепишь? Вот очень интересно, причем качество у тебя хорошее в съемке. Вот интересно, на что ты снимаешь? Это вопрос по существу. Так, ну первый проход мы с вами сделали. Все живые. Нет, никто не пострадал. Снес, ребята, все. Вот знаете, если бы на станке был, я бы что-то там запуску от жене пены говорил бы. Там есть, там еще раз. Здесь вообще ноль. Не знаю, с чем связано. Но вряд ли с мылом, скорее всего с пришлеевом. Что-то тут пришлеешь. Сейчас надо все мочить. Скажу вам больше. Здесь все сухое. Снес-то приятно. Не везде одинаково. Но прям... Ну нормально что. Давайте сейчас следующий проход. И даже намочив, не чувствую. То есть опаскость все снес так, что... Угу. Вот если бы станок так снес, тэшка, я бы сказал, что у мыла очень фиговое постскольжение. То есть он не оставляет ничего. А вот как после опаски, так сказать... Блин, косичку оставил, не заметил. Я не знаю, насколько это можно. Парни, кто опасками бреется, когда вы проводите, у вас вообще что-то на лице остается. Вот у меня ничего не осталось вообще. Просто кожа и все. А, кстати, ребят, вот на второй выходим. Да не подъел ничего. Посмотрите, все нормально. В чашу не лазил. Угу. 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 На второй проход густота-то уже не та. Кожа-то просвечивает. Видите, да? Нет, все еще нормально. Но все равно. У него может же это быть с этим... С мылом того, с помазком-то связано. Хотя... О, губище научился заворачивать. Смотрите, наполовину уже. Так, ну что же. Сухие руки. Разговорю. Угу. 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 Продолжение следует... Ребята, я не пойму в чем дело, как прохожу лезвием, вообще на лице ничего не остается, вообще. Такое ощущение, что мыла нет, мало того, оно сухое, может воды мало что ли, я не пойму. Ну вот здесь уже высохло вообще, мыло сохнет быстро, интересно девки пляшут. Так, давайте-ка я попробую прекратить эту порнографию, и сейчас, ну вот в чаше, смотрите, оно не село, но тем не менее, вот здесь вот смотрите, оно высохло, что-то фигня какая-то. Я биться хочу, чуть-чуть добавлю воды и посмотрю, что будет. Ну, по большому счету то, что я водички-то добавил, я ничего не изменил, просто размазал все это дело, ну увлажнил чуть-чуть пену. Ну, я не знаю. Ну, не может помазок так на мыло влиять, чтобы вот мыло себя так вело, в конце концов. Когда пена в помазке кончается, это я могу понять, он ее подъедает. Ну, а тут мыло сохнет быстро, тут как помазок-то на это может влиять, я фиг его знаю. А, сухие руки, забыл, забыл. Сухие руки. Ну, вы догадываетесь, те, кто бреется, сами знают, если ваши руки будут не сухие, то блин, бегая по скулари. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Ну, все. вообще генеральная идея была сейчас пройти вот так то есть я понимаю что я вот так вот не вытягиваю и держать неудобно и опаска зарывается а когда попробовал перейти вот на это вот получилось и выходит то что вот парни так говорят некоторые блин фамилию забыл ну ты помнишь извини пожалуйста просто комментариев много я не ленин я все имена запомнить не могу один человек недавно сказал я уже более сколько полгода или там три месяца уже стало получаться понял одну вещь пофигу как ты держишь нет канонов самое главное чтобы тебе это было удобно вот я вот к вот к этой мысли я пока склоняюсь меня еще пока никто не разубедил так вот здесь так надо пройти как мы это сделаем ну видите да садится садится реально садится так как как это но это неправильно то что я сейчас делаю так вот так вот так как фигня какая-то да наверно вот так вот было бы лучше да научусь 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 мне сейчас на секунду буквально надеться знаете на мгновение вот так вот чуть-чуть пришла в голову мысль что я начинаю ее понимать и она дает мне подсказки можете себе нафантазировал я фиг его знает но вот такая мысль пришла в голову так ну и по факту ребята практически побрился вот здесь вот проблемы да есть это нужно выбривать сейчас хочу здесь тоже сделал много проблем но это снизу вверх вот сейчас хочу еще третий проход но смотрите влаги добавил мыл это вроде нельзя держится на все равно она не такой плотно и как было на первый проход но тем не менее что-то как-то чрезвычайно быстро сохнет я вот честно сказать не ожидал такого западло ну и как мы тебя тут будем снизу вверх я вот честно что-то против шерсти это какой-то попандос против шерсти вот здесь это это наверное на четвертом курсе преподаю что-то 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 выглядит-то в принципе-то так понятно что не до идеала не так как тэшка но все-таки первый блин 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 вот и автошейф и разбор полетов что-то что-то как-то не так кстати салфеточка очень помогла но в следующий раз я все равно и другое применение найду и мне кажется что на такой грех грех защитим собирать на чем-то другом принял решение лицо в начале квадроцом пройду и дырит твою дивизию ох как прям драчево-придрачево ну и хорошо конечно а теперь уже компрессор ох парни вот раньше до махрового у меня были все тонкие вафельные включая специальные там сам салфетки в магазине покупал ну то есть какая раньше у тебя там тряпочку он пошел взял любимый сказал тряпочку миллион иди выбирай а вот сейчас вот после этого диархарисовского вы меня на обычную фиг запихаете для меня это number one предпочтение стопудовое и неважно чем ты холодный компресс делаешь или горячий пофиг мороз это такой термос это такой заряд я сейчас пока там сидел пока кайфовал так голове просто прикинул а если бы допустим это был не горячий а холодный компресс да я бы наверно не меньше кайф словил бы блин там прям по взрослому понимаете вся фишка в том что не тоненькая тряпочка а толстенькая она долго в себе держит температуру и ты вот тонкой да наложил бам с тебя обожгло и все и обычная тряпочка ну ты дальше держишь не держишь какая нафиг разница все а тут держишь и она отдает понял в чем дело в барбошапах видели человека мах махровым кладут и заматывают так что у него один только ноздри торчат и он там обалдеет о барбошапах это давно уже прочухали надо у них побольше всяких вот этих тонкостей по узнавать вещь однозначно вещь так сейчас мы по убираем все это лишнее мне почему-то кажется что любой человек взрослый если хоть раз махнотушку махрушку попробуй им потом трудно будет на обыкновенные полотенца перейти вот зачет опасная бритва блин держите кардан ребята молодцы классная штука ну что мы имеем ребята вот рожа красная лица появилась из ларца узнавайте молодца здравствуй мама я пришел парни я первый раз от начала до конца побрился опаской блин вот херово что пить бросил сейчас бы пошел там стопарик бы накатил хотя чё я говорю то я же пить бросил нет никаких стопариков ребята дельфин согласен с александром моя целью не сань ты прав дельфин после опаски и дельфин после пешки это два разных дельфина вот те места где по большей части это ровной поверхности где мне удалось все правильно сделать это какое-то необыкновенное ощущение просто обалдеть ну и в таких вот местах где я все-таки не сумел сделать спасибо в силу ряда причин то да тут конечно же щетинка остается и прочее прочее зато все остальное бляха ухо это просто офигеть не парни опаску бросать не будем ну как минимум раз в месяц ее надо будет делать итак амейский магазин чего тут армия россии гель после бритья благодаря алексею кодиленко мы на него сейчас и посмотрим такой не сразу получился но генера можете еще и мало выдавил запах безысков парфюмированная составляющая есть однозначно с ног не сшибает такая знаете весело умиротворяющая не в смысле как бром а в смысле спокойная то есть взвешенная сохнет махом вот уже практически нифига ничего не осталось пахнуть не будет после такого спокойно можно свой парфюм использовать липкость пока сохраняется что будет дальше я не знаю посмотрим итак ребят мыло теряюсь просто теряюсь разорак сам взял я не пойму что произошло почему она так быстро теряет влагу почему это быстро сохнет на лице после того как я влагу добавил кое-что изменилось но все равно в лучшую сторону если изменилось на процентов 10 то есть нет той обильной знаете такой мощняцкой который наши сливки бумс упал и купаться валяться в ней хочется знаете как тут котяра по весне вот ему хочется ему там и вот такое вот весь в хорошей пене так же и прет хочется мне и сам всему искупаться здесь такого ощущения не было самое первое что началось если под после первого прохода помните я удивился что блин а куда чё делать или кожа лица то сухое какое подскольжение нет ничего вообще просто шкурка и все не и пришлеева и мыла вообще нифига ничего то есть захочешь провести пожалуйста но ты будешь вести по сухой коже что конечно же нельзя не пойму пришлеев так сыграл но на первый проход можно такое допущение сделать но ребят на было же еще и второй и третий и четвертый прохода то есть на всю дорогу пришлеев не может работать то есть тоже как то узнаете вот не совсем понятная для меня ситуация помазок это как надо умудриться сделать помазок чтобы он вот так мыло изменил до такой степени нет нет я больше склонен допускать что я тут что-то нарушил может быть изначально воды мало добавил может быть побольше воды надо было покласть я фиг его знает по запаховым составляющим мыло крепкая четверка запах хороший обалденный здесь и запах хорошего мыла и запах барбаршапа нет ничего из ряда волн просто запах хорошего нет той ноты которая бы пострелила тебя в сердце вышла бы через печенку сказала брат ты делай что хочешь но я еще верну ты да да возвращай скорее нет такого здесь нет но запах хороший по всем бритвенным качествам вы знаете ну если бы у меня было самомнение чуть повыше и я буду сам про себя думал что все в мире знаю я вот такой вот весь умный я и крым и рыб прошел я бы вкатал этому мыло трояк потому что таким мылом бриться ну блин себя не уважать но я этого делать не стану потому что у меня очень сильное подозрение что я какую-то ошибку допустил какую я пока еще не понял возможно это не так возможно я сделал все правильно это мыло такое но все-таки мне кажется что вот что-то не то что-то не то что-то не то вот что вы думаете на эту тему мне было бы очень интересно узнать пришей в им связи с тем что произошло сегодня мыльной опере сказал ну да мыльная опере я не могу сейчас сказать за твой пришейф насколько он хороший или плохо первичный запах прекрасен после того как наносишь на лицо на руки этот запах растворяется и после контакта с кожей появляется какой-то другой запах я не понял какой то ли что-то там уксусно с кислинкой что-то не пойму не пойму возможно это вот мне показалось возможно еще что то но сейчас я вот никаких суждений делать не хочу мы просто это мыло оставим на следующий пришейф оставим на следующий обзор и в следующем обзоре еще раз попробуем возможно ситуация будет меняться первый проход который я делал с этим мыло мне понравился ну пришел даже еще до того как мы мыло наносили то есть прошло уже буквально где-то 3-4 минут я чувствовал что на лице это скольжение есть когда я остатки этого пришел пытался смыть в воде я чувствовал какую-то такую маслянистую составляющую ушло достаточно быстро секунд через 10-15 но вот это масляное сопротивление знаешь как когда сталкивается вода с маслом вот это вот субстанция фракция они друг другом не дружат вот это я почувствовал значит все таки какое-то масло там есть рано пока делать выводы оставляем еще на испытание помазок но он тоже сегодня мыльную оперу попал и тут как-то так знаете за него сказать ну вот если бы не вот эти вопросы с мыло им сказал ну да это не барсук да это не синтетика так он не должен быть барсуком а синтетика это все-таки кабанчик не совсем понятно на него сегодня грех жаловаться то есть вот сколько он себе пены держал он держал сначала до конца и в чашу мы ходили только для того чтобы воды добавить а так-то отработал нормально получается если моя версия верна тот с тем минимальным содержанием воды из которой мы зашли сегодня на этом помазок разбили вот эту всю пену и прошли потом с постепенным добавлением в принципе то вариант приемлем и работает как прочим и тот о котором вы писали что замачивать его надолго там 15-20 минут потом сильно не лишая его воды заходим в чашу чашу калашматим вся вода которая льет в смысле мыло калашматим вся мыло эмульсия которая льется она стекает чашу потом вбиваем пену и там приходит уже следующая дивизия солдат и мы ее бреем то есть получается как сухой вариант работает так и мокрый вариант работает значит получается не работает только средний вариант или что получается как умудряются на нем так сделать чтобы пену жрало вот вопрос вот вопрос ну и сладкая моя пилюля опасочка от константина Костя огромное тебе спасибо за этот инструмент понимаю что не ты его делал не ты его ковал но ты его точил ты его восстанавливал то что ты сделал я побрился им первый раз в принципе то после того что я пробовал накануне меня это устроило полностью почему я решил его сегодня еще прогонять вот по тем кругам которые уже рассказывал то есть вначале загнал на на синтетик на синтетик после того как я заходил вот на этот синтетик прогонял по нему 15 раз на сторону после этого уходил на пальцевую пластину с гритностью 0,5 там проходил 15 раз естественно все это шел об ушком вперед потом после этого я уходил на ремень на ремне делал 50 раз так я сделал три раза ну перед тем когда я начал это делать я теми волосами что были в моем распоряжении ну то есть маминой жены попробовал тест на волос у меня вот первые два сантиметра от обушка от начала они уверенно волос резали дальше было хуже дальше приходилось пыхтеть после того как я три раза вот это вот прогнал у меня впереди только остался где-то наверно сантиметр где бабка на двое сказала ну больше да чем нет но тем не менее вопросы есть здесь вопросов нет там режется нормально особенно если волос жены с женой вообще проблем нет проблемы с тещей в смысле с его волосами а так то ну даже визуально можно заметить что волос Ларисы вы не видели волос Ларисы я видел он толще и упруже чем волос теща все-таки маме 84 года вы сами понимаете поэтому то что я сегодня получил это первое классное обалденное бритье опаской за всю мою жизнь то есть лучше чем сегодня я не брился да не идеально да нехорошо но тем не менее это самое лучшее бритье что же не идеально что же нехорошо сам для себя думаю во первых я бы еще наверно пару-тройку раз прогнал по тому кругу про которому я вам сегодня говорил дабы убрать последние вопросы с последнего сантиметра следующее все-таки наверно буду брать опаску шоветку без лезвия и еще потренируюсь потому что не везде у меня в принципе есть четкое понимание как поставить руку как бреется Александр моя цирюльна как бреется Стас как бреется Павел как бреется Павла как бреется все мужики которые по видео снимают я это видел включая Олега бритву где он за три минуты не упал нормально все побежал я все это видел ребята но у них своя утвердившаяся карта движений у них своя моторика и у них своя карта роста волос они уже давным-давно привыкли у них вся мозаика в голове сложилась где что и как у меня же это еще только на стадии становления то есть я не могу повторять все те же самые движения которые делают эти парни по одной простой причине что у них волосы растут по ихнему у меня по моему это во первых во вторых у нас моторика разная у нас менталитет разный у нас костяк разный у нас физиологическое строение разное ну в смысле вот мне так удобно ему неудобно и наоборот то есть вот это все что должно уложиться и сложиться у меня пока это на стадии становления но там где я слезал там я где подглядел переделал по-своему все-таки у меня что-то получилось ребята это бомба это это обалдеть вешать просто вешать ну я считаю что сегодняшний опыт удался хотя бы потому что я еще живой разговариваю с вами это во первых во вторых но так-то разобраться так у меня на улицу можно выпускать волоси нигде не торчат то есть да для себя я знаю что кое-где кое-что но по большому счету побрился нормально так что все хорошо что хорошо кончается сегодняшняя эпопея хорошо закончилась ребята очень жду ваших комментариев что вы обо всем этом думаете ваши мысли они очень ценны они гораздо ценнее порой чем само видео потому что вы иногда такие перлы пишите что на форуме хрен найдешь у вас они есть и вот когда вам не жалко этим делиться это очень 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 здорово это просто прекрасно особенно для новичков которые приходят нашу тему на этом разрешите с вами попрощаться добра счастья радости берегите себя берегите своих близких пускай у вас всегда все будет хорошо а в следующий раз уже будем бриться станками пока пока до новых встреч с вами был я вадим